Всем привет, друзья! С вами сегодня Турямович. Мы находимся на открытом тесте. И примерно вот так вот будет выглядеть строительство новых кораблей на Гамбургской верфи. Это у нас Адмирал Граф Шпе и линкор Один. Если Графа Шпе вы сможете получить, собственно, не тратя никаких ресурсов, то Один будет вам доступен только если вы задонатите не менее 3500 голды. А может быть и больше. Сегодня у нас с вами в гостях немецкий крейсер Адмирал Граф Шпе. Вообще по классификации немцы долго пытались дурить голову союзникам. И называли его, как только не называли, и броненосец, и там карманный линкор, все что угодно. Был у него также Систершип. В общем-то у Адмирала Граф Шпе. Но у нас в игре он один. И вообще этот корабль мне очень нравится тем, что он достаточно уникальный. Причем даже, наверное, не достаточно уникальный, а прямо вот уникальный-уникальный. Потому что ничего похожего у нас в игре нет. У нас есть тяжелый крейсер, у нас есть легкий крейсер, у нас большие крейсеры есть. А вот такого вот корабля, пожалуй, даже и нет. Чем он такой уникальный, мы сейчас с вами поговорим. И, собственно, каким он имеет место отношения к Гамбургской верфи. Всем, точнее, как всем, разработчикам понравилось, в первую очередь, то, как у нас на Новый год строили Пуэрто-Рико. И, в общем-то, даже кому-то из игроков понравилось. И по результатам отзывов разрабы решили эту верфь ввести. И два корабля будут доступны за нее. И вот Адмирал Граф Шпе это то, что вы сможете получить бесплатно. По-моему, если я не ошибаюсь, на 10 уровне. Но врать не буду, ближе к делу это все я более подробно вам расскажу, покажу. А сейчас мы с вами обсудим Адмирала Граф Шпе, что это за корабль, как на нем играть. И стоит ли вообще как-то заниматься этой верфью или просто забить на это и пусть идет само своим чередом. Если ждали обзор, пожалуйста, поставьте лайкосик, подпишитесь на канал и активируйте колоколец. Итак, боеспособность 39400 единиц и бронирование в 100 миллиметров это достаточно внушительный показатель на своем шестом уровне. По ХП точно ни один крейсер не обходит, по броне, честно, я даже не берусь утверждать, кто мог бы с ним сравниться. Может быть, американская Пенсакола, разве что, да и то, мне кажется, вряд ли. Давайте глянем по памяти. Нет, 102 миллиметра, да, есть у нее маленький такой кусочек, 102 миллиметра, которым она может похвастаться. Может быть, еще Лондон, то 14 миллиметров, но на самом деле Граф очень толстый, очень хорошо бронированный крейсер. И, в общем, по ХП совершенно точно вряд ли кто сможет его обогнать. Что касается ПТЗ, оно тоже неплохое, 22% для крейсера это внушительно. В качестве орудий главного калибра установлены пушки 283 миллиметра, такие же, как стоят на Шарнхорсте, но с немножко отпиленными стволами. Почему? Потому что дальность стрельбы здесь всего 16 километров. На шарике больше 20, ну или порядка 20. Также установлен противоминный калибр. Мы, кстати, сейчас будем гонять в ПМК сборки. Я более чем уверен, что ни в кого у меня не получится ей попасть, но, тем не менее, просто мне тупо больше некуда брать здесь перки, чтобы их распихать, поэтому я оставляю здесь противоминку. Поскольку это уникальный крейсер, он уникально горит, 45 секунд против 30 у обычного крейсера и 60 секунд против линкора. Дальность, кстати, противоминного калибра 6 километров. В свое время он просто рулил и разрывал все живое, как и ПВО, а ПВО здесь было имбовейшее. Он просто на шестом уровне драл все самолеты и хвосты в гриву. Ну, а сейчас, конечно, такого и нет. Торпеды 8-километровые, уникальные торпеды. Для немца 8 километров, непонятно почему, здесь они 8. На больших крейсерах Игорь и Зигфред, не помню на ком из них там какие торпеды, но тоже 6-километровые. Здесь восьмерки, причем с хорошей скоростью хода, ну и с достаточно неплохим уроном для своего уровня. По маневренности главная проблема – это скорость 29,9. Для крейсера это, наверное, самый маленький результат. Вообще, наверное, за всю историю там, ну, не знаю, там может только к третьей уровне, там какие-нибудь вторые идут медленнее. Здесь это просто катастрофа. Но зато, поскольку корабль не длинный, 680 метров циркуляции, 82 перекладка руля, если вы берете рулевые машины. По маскировке 12,7 можно сделать немножко меньше, если командира докрутить в инвиз. Сейчас модуль я вам показал, перки показал. Почему я не беру ручное ПМК? Потому что на шестерках оно особо неэффективно. И 4 перка можно пристроить куда-нибудь еще. Ну, опять же, я не представляю, куда здесь его можно представить, пристроить. Поэтому просто его не беру и все тут. Уж лучше пусть стреляет во все стороны, по крайней мере, будет веселее. Мы с вами отправляемся в бой. Вы жмете лайк и посмотрим, как нагибает наш граф. Если тебе нужно игровое золото, а покупать его нет желания или возможности, скачай новое приложение «Бесплатные дублоны». Выполняй задание и получай золото прямо к себе на аккаунт World of Warships. Скачай приложение по ссылке в описании. Введи мой промокод и сразу получи на счет 10 дублонов. А вообще, против кого на шпей может попасться? На самом деле, против восьмерок попасться может. И вот здесь вот для шпея все уже не так радужно. Ну, собственно, наверное, как и для многих любых, на многих любых, отличное выражение, для многих других кораблей, когда они попадают на два уровня выше, бой всегда это достаточно болезненно. Если, конечно, не на эсминце. На эсминце, в принципе, торпедам-то все равно, кого заходить. Вот. Конечно, это больно, с одной стороны. Но, с другой стороны, у вас есть вполне неплохие орудия, и крейсера, скажем, восьмого уровня редко имеют дальность стрельбы, шибко там больше 17 километров. И ваши 16 не так уж и страшно себя будут здесь ощущать. Но, конечно, скорость движения зачастую является определяющей. И попасть в корабль, который не шибко быстрый, в общем-то, большой проблемы нет. Нас забрасывает в середину. Эсминцев, кстати, нет. Хорошо это или плохо, честно говоря, затрудняюсь сказать, потому что... А, ну, есть один Весторс. Просто мы сейчас... Не смотрите, почему так поздно сейчас, позднее время, поэтому такой вот странный рандом. Но я думаю, что один Весторс как бы тут погоду не сделает. В принципе, все более-менее честно. Нас забросили в середину. И что же мы будем с вами делать на нашем волшебном графе шпее? Мы с вами будем пытаться стрелять по крейсерам. С этим у нас вообще никаких проблем не должно быть в плане пробития, потому что здесь не очень крупный калибр. Вообще, Шармхорст, на котором установлены эти орудия, замечательно щелкает по крейсерам. Но, по крайней мере, раньше щелкал. Сейчас, наверное, не так замечательно, почему-то больше сквозняков стало. Но, возможно, мне просто кажется, я редко на шарике играю. Изначально вообще, когда шарик только вводили, вот этот вот прекрасный калибр 283 мм створил просто страшнейшие штуки с кораблями противника. Вышибал дух при хорошем попадании. Здесь у нас, кстати, перезарядка 20 секунд. Ну, долго, долго, конечно. Но, с другой стороны, не так уж, что прямо долго. Вообще, наверное, граф ШП можно считать эдаким предвестником больших крейсеров в нашей игре на восьмых там уровнях и выше. Появляются они действительно. Такой мини-большой крейсер. Потому что есть, да, здесь общие черты. Здесь есть мощное вооружение. Здесь есть достаточно неплохая скорость хода. Ну, ослабленная броня и так далее и тому подобное. Вообще, ну, опять же, сами немцы вот путались конкретно в его классификации. То у них был он крейсер, то броненосец. Вообще он напоминает чертами многими линейный крейсер. Так что в этом плане очень сложно сказать что-то конкретное. Здесь, как видите, увеличенная у нас гидроакустика. Типичная немецкая, очень хорошая. Ну и, что можно сказать, вражеские авианосцы будут нас сейчас любить несколько больше, чем раньше, к сожалению. Но ничего с этим не поделаешь. Ох, Микоян, Микоян, как же ты так-то? Анастас, как же не стыдно. Анастас, Анастас, что ж ты бросил? Да, что ж ты поймал торпеды? Ну ладно, ничего страшного. Одна маленькая торпеда, я думаю, что Анастас Анастасович... Как, кстати, Микояна было очень что-то, ребят? Поправьте меня. Я, конечно, фантазирую все, как всегда, от балды. Вражеский молотов идет, но боюсь, что не особо много урона ему нанесу. Потому что, да, потому что большая часть снарядов угодила, по-моему, в гору. По крайней мере, именно те снаряды, которые должны были нанести хороший урон, они зашли в гору и урона ей никакого хорошего не нанесли. Давайте немножко попробуем притормозить. Может быть, сейчас нам удастся сделать еще один отстрел по молотову. Большую часть вражеских кораблей, смотрю, идет... Ой, какой Микоян! Анастас Микоянович! Так, ладно. Вот он, Анастас Микоянович, идет. Ну что, три сквозняка, друзья. Это я, знаете, рассказываю тут про хорошее попадание, про все такое. Вот Лайн, кстати, Леон, точнее, идет неподалеку от нас. И где-то тут Микоян тоже отходит. Отходит, но, может быть, и не успеет он отойти. Давайте попробуем чуть-чуть повыше ему бросим. Может быть, удастся мне... А, тут есть Микоян и Миякян рядом с ним идет. Это Миока. Вот, есть хорошее попадание. Ну, не цитадель, конечно, но домашку все равно выбиваем. И сейчас попробуем с вами немножко забросить по... Немножко забросить по... Немножко забросить по лицу себе от Петра Великого. Как вы понимаете, я, опять же, скажу, что это, ребята, не линкор. Это не какой-то там линейный крейсер. Это самый, что ни на есть обычный крейсер. Просто медленный и с немножко лучшей броней. Он немножко лучше воюет против вражеских крейсеров. Пробуем сейчас немножко дадим вот туда. Ну и что? Здесь Петр Великий. Да, он как бы Даша Пердун. Точнее, она, извините, пожалуйста. Даша Пердун не является шибко бронированной целью, конечно, с одной стороны. Но с другой стороны, знаете, все-таки это, опять же, не линкор. Хотя я полубронебойными снарядами, бывало, Петру выбивал цитадели просто на ура. Может быть, и сейчас у нас получится хоть какой-нибудь более-менее внушительный урон дать ему. Нет смысла, наверное, сбрасывать торпеды. Хотя, с другой стороны, что-нибудь экономить. Да, 8 тысяч урона, пробиваемый борт, 3 пробития хороших. И Петр пока что никак не отреагировал на это. В плане, не собирается по нам как-то стрелять. Ну и попробуем дать еще один залп. Возможно, мне удастся нанести какой-то еще достаточно внушительный урон. Я вижу, что с той стороны Лион идет. И Измаил дает очень хороший залп по Петру. Петр понял, что здесь что-то не так. Так, походу, не стоило идти так бортом. И, конечно, посмотрел на меня, думаю, так, угу. А что это здесь делает вот этот вот наглый Крафшпей? Ну и, в общем, мы по нему еще немножко набрасываем. Ну, сказать, что какого-то, конечно, большого урона не приходится. Но, с другой стороны, Петр все-таки это линкор. Крафшпей это все-таки Корейсин. Ну, он тоже не особо наносит там большую дамагу. И мы отдаем ему еще один залп. Я думаю, что он не успеет зарядиться. Хотя, черт его знает, может, успеет. Но, по крайней мере, до моего следующего залпа он точно успеет зарядиться. А вот до острова, возможно, что зарядиться и не успеет. Сидает по мне фугасами арпмиока. Чудесно меня поджигает. У него тут никаких проблем нет. Ну и какая-то часть, да, снарядов все-таки от Петра летит в мою сторону. Но урона особо не наносит. Пока что мы, можем сказать, чувствуем себя неплохо. Ну и, кстати, забыл я упомянуть то, что Графшпей является одним из немногих кораблей. У которого есть хилка на этом уровне. Совершенно просто читерская. То есть, помимо того, что у нас и так просто одовившее количество хп, мы еще обладаем и дополнительной читерской хилкой. Это, конечно, очень круто. Микояну тоже немножко не повезло. У Петра калибра таки хватило, чтобы Микояна разобрать. Ну и мы здесь с вами будем, собственно, завершать страдания Петра, наверное. Или он наш, одно из двух. Не знаю, кто чьи страдания будет завершать. Сейчас посмотрим, как тут. Измаил стреляет не очень уверенно. А вот Петр, по-моему, собирается Измаилу прислать немножко. Еще красивый корабль. Жаль, что, конечно, такой картонный, но очень красивый корабль. Мне прям очень нравится Петра Великий. Еще 2700. Ну, мы, наверное, уже будем разворачиваться в другую сторону, потому что здесь конец карты и пора уже двинуться на помощь нашей основной группе. Но я думаю, что либо Измаил, либо Петр кто-то кого-то должен таки разобрать. Так или иначе, может быть, Саша Пердун. Даша, есть вообще разные средства, в том числе народные, чтобы победить этот нелегкий недуг. Мне кажется, что там укропная водичка и все такое. Ну, ходят слухи. Например, когда по-мелкому по-своему знаю. Нет, не подумайте, что я как бы этим лечился. Так чисто просто слышал. Нет, Даше удается как бы сохранить себя для потомков. И она себя чувствует неплохо и далее. А вот, кстати, наш шторм Измаил забирает того Миока, который меня обижал. Но мы с вами разворачиваемся. Впереди, в принципе, особо противников серьезных не остается. У Петра Великого не так много хп. Я, конечно, не удивлюсь, если он разберет Измаила. У нас, знаете, и такое случается. Ну, мне кажется, Измаилу надо очень постараться, чтобы слиться здесь. А вот Октябрьская революция вдобавок может, кстати... Да, все. Может, кстати... Может, но не кстати. Поэтому мы с вами продолжаем движение в сторону вражеского Молотова, которого мы уже немножко пощупали. Вообще, ребята, Микоян, Молотов, все здесь. А вот Оксана, 51 рус. Стреляет по союзникам, негодяйка. На чем она там стреляет? А, торпеду, видимо, из гнида загнала. Девчонки сегодня просто отличились, ребята, в этом бою. Одна торпеда кидает. Эти вообще куда-то... Я не понимаю, куда удирает Октябрьская революция Киров от Измаила? Вот мне прям очень интересно. Куда и зачем они удирают? Объясните мне, пожалуйста, в чем смысл этого действия. Надеюсь, что мы тут хоть кого-то встретим, по кому мы сможем еще пострелять, потому что, ну, сами понимаете, противники начинают плавно заканчиваться. Но с той стороны, что с этой и революция это последний вообще крупный надводный корабль, которым нам удастся, я так думаю, слеснуться. Здесь, кстати, еще и циклон начался, который явно не прибавляет мне дальности обзора, к сожалению. Да. Но, с другой стороны, это, может быть, позволит противнику немножко пожить дольше. Я свои 38 тысяч все-таки доведу хотя бы до какого-то более приятного количества. Но я так понимаю, что революция приняла отчаянное решение и просто убегает как можно дальше. Молотов, кстати, обладает торпедами. Тут, знаете, не стоит обманываться. У него есть возможность мне нагадить. Ну, а вражеский Руджо, наверное, сейчас отойдет к своим японским праотцам, я так думаю. Интересно, а где реально Молотов? Ну, так давно не было. Можно, конечно, сейчас рискнуть и вылететь на него прямо-таки из-за острова. Но может такое случиться. Киров, к сожалению... К сожалению, Киров, да. Киров, к сожалению, загарован. Мы не можем на него попасть никаким образом. Ох уж эти циклоны, друзья. Напишите, кстати, в комментах, как относитесь к циклонам и всем вот этим вот погодным условиям. Иногда они чертовски бесят, я могу сказать. Вот прям вот в этом случае они просто чертовски бесят. А будет прикольно, если Молотов застрял и сел на мель там. Вот это будет просто ухохотаться, я считаю. По-моему, именно это и произошло. Либо он вылетел, либо он застрял. Ну что ж, окей. Пойдемте поможем ему расстрять. Я уж не знаю, застрял он или нет, но... Он давно уже не двигался с этой точки. Возможно, действительно просто застрял. Вот он. Не, он просто здесь стоит. Похоже, вылетел. Обидно. Я думал, что это будет хоть какой-то челлендж. Хоть какой-то... А вот и какой-то челлендж, друзья. Подвезли. Вот это челлендж так челлендж. Надо быстренько здесь... Надо сбросить торпеды в сторону Молотова. И очень радоваться, что у Рёва были пушки не повернуты просто в нашу сторону. Это прям очень приятно. Сейчас мы попробуем наш противоминный калибр. Я думаю, что по времени мы должны успевать это сделать. Чёрт с ним, с этим... Молотовым. Ну и что? Успеем? Ну, есть вариант, что всё-таки успеем. Немножко обработать товарища. Ну и как бы вот парень, чтобы не расслаблялся. Мы ему ещё и с кормовой тоже выпишем. У нас правый торпедный аппарат готов к бою. Ну и мы должны посмотреть, как сейчас нам революция выдаёт... Ну, выдаёт урон, но что-то как-то слабенько достаточно мне её выдаёт. Поэтому у нас ещё будет возможность, я думаю... Там, правда, ещё, по-моему, две башни не откэдэшились. Кстати, это последний корабль, который на плаву у противника. Но в нос не удаётся пробить. Не удаётся пробить революции нашу с вами граф Шпе. И это прекрасно, друзья. Не побоюсь этого слова. К сожалению, торпеды не успевают. За противником. Ну, да, а нет. Успевают. Сглазил. Ха-ха-ха. Ну и так, друзья, как видите, мы достаточно уверенно себя чувствуем против противников среднего уровня. Но, конечно, такое шоу с восьмёрками невозможно. Любой приличный восьмой линкор просто играв Шпе в нос, делает с ним всё, что угодно. И то, что не принято говорить, так сказать, в узких кругах. Наше ПМК было не особо полезно. Мы здесь накидали 396 дамаги им. Поэтому по линкорам, особенно по советским, смысла кидать его никакого нет. А вот торпеды, друзья, нанесли достаточно внушительный урон. Поэтому торпедами здесь не стоит пренебрегать. Что касается фармы, корабль всё-таки премиумный. 342 тысячи в плюсе. Минус 25. Это более 300 тысяч фарма. Что, в общем-то, на своём уровне достаточно неплохо. Итак, друзья, если хотите граф Шпе построить, в принципе, корабль достаточно забавный. С вами Турямыч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.